Салам алейкум! Как ты относишься к такой поговорке к каждому ашоту по хэдшоту? Всем привет! Перед нашей поездкой в Армению я узнал один очень любопытный факт, который сильно подогрел мой интерес к этой стране. Согласно некоторых источников возраст Еревана, столицы Армении, составляет 2800 лет что делает его старше Рима на целых 29 лет Сегодня мы из Тбилиси поедем в Ереван посмотрим как это добраться на маршрутке из Грузии в Армению посмотрим в Ереване вообще какие дела, что там интересного погуляем. Эту информацию подтвердили и наши попутчики армяне, которые ехали вместе с нами на маршрутке, возвращаясь в Ереван из соседнего Тбилиси. Они рассказали, что все армяне гордятся своей столицей и считают ее одним из древнейших городов на планете Все эти разговоры задрали планку нашего ожидания до запредельно высокого уровня. Я надеялся увидеть в столице Армении огромное количество памятников старины и древнюю архитектуру Однако только въехав в Ереван я заподозрил неладное Уж слишком сильно он напоминал обычный провинциальный город времен СССР И сразу просто первое впечатление о городе хочу сказать. Вот мы пока ехали что я, что Юля, пришли к выводу что очень сильно допустим на Волгоград похоже или на какой-то там другой наш российский город Но опять же прогулявшись по центру Еревана мы так и не увидели никаких исторических памятников и древних архитектурных сооружений как например было в соседнем Тбилиси. Зато на улице нам попалась объемная надпись гордо напоминающая о том, что возраст Ереван 2800 лет Но тогда встает закономерный вопрос Если Ереван действительно настолько старый город, то где же его древние крепости, храмы и прочие исторические достопримечательности? Я решил разобраться в этом вопросе поглубже. Этот факт по-прежнему не дает ответа, почему же в Ереване отсутствуют древние строения которые прекрасно сохранились в том же Риме. Сейчас перед нами Римский форум построенный в свое время самим Юлием Цезарем Все эти руины являются очень важными. По ним писались учебники истории. И каждый кусочек мрамора, каждый камень который сейчас можно видеть это просто мусор и сохранился он здесь только потому, что никому не был нужен и его просто не разграбили а фактически это все часть истории Музыка 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 1 октября исполняется 187 лет со дня взятия русскими войсками под командами генерала Паскевича крепости Иеревани Эта победа русских войск стала достаточно выдающимся событием. После этого под контроль России пошло все иереванское ханство и русские утвердили за Кавкази и получили в свое распоряжение важнейший стратегический пункт на картине, которая зафиксировала эти исторические события картина Рубо видно, что это типичный восточный город с мечетями с куполами мечетей с миноретами к сожалению, в современном Иереване такого вы не найдете Почему так произошло? Дело в том, что несмотря на то, что Российская империя была достаточно веротерпимым государством и доброжелательно относящейся ко всем национальностям история территории, на которой было иереванское ханство сложилось трагически в первую очередь для коренного населения этой земли азербайджанцев Сейчас историки армянские сделали все для того, чтобы полностью стереть стереть с памяти с памяти поколений станет не потомков станет и своего же народа истинный образ Иеревани вот тут нету ни старого центра ни дворца иереванских ханов сердара ни мечетей это все равно, что допустим лишить Тбилиси его исторической исторической центральной части получается Иереван превратился в единственную столицу может быть в мире в котором просто уничтожен исторический центр между тем Иереван создавался и строился именно как выдающийся город город азербайджанской культуры город, который дорог памяти каждого азербайджанца его основал выдающийся шах из азербайджанской династии сепивидов Исмаил первый который вошел также в историю мировой литературы под псевдонимом хатаи его стихотворения вошли в сокровищницу мировой культуры строил город Иеревангулу хан его ближайший сподвижник шаха Исмаила и отсюда название Иереван Иеревангулу Иереван то что от тех времен и от более поздних времен Иереванского ханства не осталось ничего чтобы напоминало что там жили азербайджанцы тюрки это очень больно для азербайджанского народа это исторически полностью переворачивает все представление об истории проведем аналогии что бы было если допустим ну такие древние русские города Ковсковы пришли под власть какого-то соседнего государства там бы снесли стерли с лица земли все церкви русские вот построили что-то новое в 20 веке и объявили что русских там никогда не было что там русские и не жили вот и что вообще русские это какие-то варвары пришельцы и что это было когда-то там Великая Финляндия Великая Эстония или Великая Латвия или что-то вроде этого понятно что русским русскому народу было бы больно и обидно ведь русские знают что это их культура что здесь их были храмы здесь жили их князья а А к азербайджанскому народу тоже больно. Он знает, что Ереване, это было Ереванское ханство, это такое же было азербайджанское государство, как Новгородское государство, или Псковское государство, или Рязанское княжество было русским. Он знает, что там жили его предки, там были памятники архитектуры азербайджанские. Этого ничего нет. И население, к сожалению, полностью азербайджанское население оттуда выдавлено. Целый пласт памяти исторической о целом народе, о целой эпохе, которая была совершенна очень недавно, ведь это не прошло 200 лет, оно все уничтожило. Между тем и ирванское ханство последние десятилетия своего существования было действительно независимым, суверенным азербайджанским государством. К нему, к ирванским ханам, как наравным, как владительным правителям, обращаясь российские императоры. Это память об этом государстве очень дорога азербайджанскому народу, причем очень многие азербайджанцы, деятели азербайджанской культуры, они выходцы с этой территории, с территории ирванского ханства. И то, что полностью уничтожено, стерто с лица земли, вырвано сердце, фактически ереваны, по-моему, нужно сделать так, чтобы поняли политики в Армении, тех, кто хочет добра армянского народу, чтобы они не боролись с историей, чтобы они попытались восстановить историческую правду и историческую справедливость, чтобы они позволили вернуться азербайджанским беженцам на территорию своего государства, на территорию Еревани, территорию бывшего ирванского ханства, чтобы были восстановлены там культурные ценности азербайджанского народа. Самый азербайджан и азербайджанский народ тоже, он смог предпринять шаги навстречу для того, чтобы вернулись армяне в Баку, вернулись в другие азербайджанские города, ведь веками была дружба между нашими народами, вот, и так грубо перекраивать историю, это очень красиво, ведь на момент присоединения ереванского ханства к Российской империи около 90% населения здесь составляли тюрки-азербайджанцы, и так иначе не могло быть, потому что Ереван был стратегически важной приграничной крепостью, в крепости жил военный гарнизон, а воином были в основном тюрки-азербайджанцы, там жили их семьи, армяне там тоже жили, они пользовались выгодным приграничным поражением, они занимались приграничной торговлей, были свободы ремесленников, азербайджанские правители ничем не ущемляли армянское население, вот, и когда присоединилось Ереванское ханство и другие азербайджанские ханства к Российской империи, азербайджанцы надеялись, что Российская империя, как и обещали и российские императоры, и российские командующие на Кавказе, учтет все права, все пожелания мусульманского азербайджанского населения, что не даст их в обиду, не даст нарушать их права. К сожалению, и позднее, и особенно позднее было массовое заселение земель Ереванского ханства и других азербайджанских земель переселенцами из Азербайджанской империи, армянами, которые потихонечку вытесняли азербайджанского населения, и, конечно, трагически сложилась судьба азербайджанского населения в советские времена и последние годы, когда методично, шаг за шагом, выдавливали коренное тюркское азербайджанское население из Еревани и ее окрестностей. Для жителей Грузии, для грузинского народа, очень важно, чтобы наши соседние, наши братские народы, азербайджанцы, армяне, нашли, наконец-то, взаимопоминемание и начали цивилизованный диалог. А цивилизованный диалог начинается с того, чтобы признать историческое наследие, цивилизационное наследие соседнего народа, не уничтожать его, а всячески хранить, сберегать, дать ему развиваться. Это пойдет на пользу и армянскому, и азербайджанскому, и, конечно же, грузинскому народу. Спасибо!